привет дорогие зрители канала я как всегда в деревне как всегда солнечная погода несмотря на то что скоро уже середина ноября до какой уже середина ноября в прошлом видео я вам обещал что опрыскаю сад что я антисептирую свою обвязку и сегодня ребята у меня день опрыскиваний вот я уже подготовил вот такую брызгалку при помощи которой буду наносить антисептик на все вот эти вот поверхность сейчас мы тут все разберем потом соберем потом все это собьем и приготовил свою мойку высокого давления при помощи которой буду обрабатывать сад подождите немножко и все сами увидите узнаете я все очень подробно расскажу вот ребята все потихонечку засыпает деревня вот он друзья этот волшебный прибор при помощи которого я обрыскиваю свой сад по сути больше я его никак не использую сейчас немножко погреется на солнышке но пока он будет греться я тем временем займусь обвязкой здесь вот ребята у меня до сих пор живет 4 карасика которые летом боролись с насекомыми для того чтобы нас комары не кусали вот думаю зажарить их или пусть умрут смертью храбрых замерзнув в этом водоеме собственно как и происходит каждую зиму а то тут некоторые комментаторы мне комментировали что я запускаю она стухает прям тут же нет ребята вот даже все лето прослужили если удастся подобраться незаметно я для вас сейчас они где-то там на дне обитают я вот он тут луночку проковырял чтобы им было чем дышать я сегодня буду использовать аж целых три раствора вот этот вот концентрат оставили строители когда обрабатывали дом синиш я уже покупал сам так как при строительстве дома заказывал дополнительную обработку и это то что осталось ну вот это вот я себе купил к добью два старых и используя один новый думаю что мне хватит как раз таки на обвязку чтобы ее антисептировать как следует ноябрь средней полосе россии удивительный еще четыре дня назад я ходил в одном свитере мне было жарко практически под таким же солнцем а все почему да потому что ветер был южный а сейчас все сразу поменялось хочется верить что есть положенные плюс 5 хотя что-то мне подсказывает что максимум один градус тепла сегодня проведем первое испытание ой очень мощная какая-то струя но в целом ребята все получается нормально как я уже говорил своем предыдущем видео я немножечко поступил неправильно когда сбил по две доски сразу не обработать предварительно но я это сделал по причине того что у меня не было антисептика достаточного количества поэтому вот я и решил все это сделать потом надеюсь что антисептика между досок тоже проникнет сделает свое дело по крайней мере я стараюсь его туда лить не жалею то же самое проделаем на расход приличный не знаю у меня всего получается около 12 литров этого раствора надеюсь что мне его хватит ну а теперь повернем бочком ой процедуру повторяем и правильное решение потому что потери в этом случае минимально антисептирующей жидкости достаточно непросто его настраивать чтобы он нормально работал то ли давление плохой накачал не пойму не просто лед намерзает уже все-таки наверно давление прекрасно ну что же с опрыскиванием антисептиком своей обвязки я справился теперь начинается второе опрыскивание для этого использую вот такой вот керхер старенький таких сейчас мне кажется даже не выпускают ему уже лет 15 точно использую 25 литровое ведро на него я кидаю полтора килограмма карбамида кило 200 железного купороса и чуть-чуть буквально дегтярного мыла для того чтобы лучше прилипала вся вот эта байда не буду вам забивать голову всеми этими составами а про это куча роликов от специалистов вот я просто хочу показать насколько это быстро удобно и практично главный совет когда закончите пользоваться по обязательно прогоните воды ведерко целое для того чтобы не пострадал компрессор ну а теперь поехали я опрыскиваю все без исключения деревьев своем саду многолетние цветы самое главное ребят что я хочу сказать что опрыскивание сада из какой-то рутинной монотонной работы превратилась в работу ну так на часок-полтора как говорится смерть всем вредителям расход ребята я думаю что вряд ли больше чем когда ты это пшик 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 делаешь потому что здесь конечно она пульверизирует если так можно выразиться будь здоров да вы и сами все это видите в этом году почему-то эта груша совсем не плодоносила все груши сгнили и попадали видимо какое-то заболевание поэтому мне и сегодня надо как следует от этих всех болячек вылечить ребята хочу вам сказать добивает до самых верхних веточек особое внимание стволам всю дрянь отсюда выбить вот фактически в онлайне мы с вами за 10 минут опрыскали третью часть моего сада большую грушу половину смородины две шелковицы розы и на это ушло примерно ведро раствора на все про все я считаю вполне хороший результат ребят молодой сад тоже требует ухода поэтому сюда я иду чуть ли не в первую очередь в этом году уже на них был урожай но болезни все-таки уже присутствует и бочки были червивые и корявинки какие-то поэтому сейчас преснем так пусть была такая песня их кухни а у нас будет их преснем тем что одним ведром возможно весь вот этот царь обработать сажали как антоновку ребята вот эту яблоню а вырос белый налив тоже хорошая яблочко крыжоник как следует в этом году столько на нем было вредителей на облепихе вредителей не было но это что обрызгали чтобы она не была каким-то переносчиком ребята полчаса добрые два десятка деревьев и кустарников я обработал с опрыскиванием садом из керхером с нашим справились за буквально за три часа осталось его помыть и убрать до весны ну а сейчас пока еще до конца солнышко не село надо разложить по местам все мои балки такого вот едкого переливчатого цвета они у меня стали потому что я аж тремя разными средствами поливал сейчас настало время собирать ну что же вот опрыскин день и подходит концу деревья опрысканы обвязка опрыскана каждый своим раствором так что надеюсь теперь как и гарантировали производители вот этой дряни 30 лет с ними ничего не случится поживем увидим через час уже станет темно поэтому самое время разложить все по местам а если успею то избить вспомнить бы еще где что лежит внимательные зрители канала меня уже ругались за то что я не подкладываю рубероид гидроизоляцию под до деревянной конструкции вот сейчас самое главное не забудь потому что вот этот тот самый момент когда их надо подложить буквально под каждое соприкосновение бетона и деревья и чем больше тем лучше чтобы уже наверняка так более-менее по местам разложил сейчас будем все завязывать когда собираешь обвязку заново после антисептирования опять постоянно где-то что-то не подходит такое ощущение что все разбухло от антисептика но я верю что все у меня получится потому что сегодня я собираю все уже начисто сейчас соберу и буду приколпачивать гвоздями ребят все вроде бы собралось осталось теперь подрегулировать высоту где-то подложить немножко несколько слоев рубероида для того чтобы балки легли повыше а где-то вот наоборот вылезла немножко сильнее разобраться почему но это я уже буду делать по ходу приколачивания как следует поковырявшись своих запасах я вот уже подготовил нужное количество досок для того чтобы делать лаги пола вы пока мой выходной не закончился я сейчас этим займусь по крайней мере заготовлю сегодня заготовок в размер чтобы потом их как-то сколачивать с учетом того что я все-таки делаю пристройку к уже существующему строению мне придется немножечко здесь помудрить с половыми лагами и это будет не такая классическая схема как об этом показывают гуру и специалисты каркасного каркасостроения или как об этом мучит лари хон вот я буду конечно же придерживаться всех правильных рекомендаций но делать будут по-своему во первых потому что у меня опорные балки сделаны обязка сделана из двух досок 50 то есть она шириной всего 100 и мне надо будет сделать чтобы лаги опирались все-таки на на них с обеих сторон и это связано с тем что мне надо будет как-то привязать эти лаги к старой бане у меня есть пара идей смотрите следующие выпуски вы все сами увидите как у меня получится вот это вот задумка которую я для себя придумал ну а пока вооружаюсь рулеткой карандашом и циркуляркой и готовлю доски в размер каждый раз ребята начиная вот такой вот этап строительства у меня в голове всем происходит какой-то страх и вот я думаю а получится этот этап или не получится смогу я сделать сам а хватит ли мне материала а зачем вообще мне все это нужно на фига им ковыряюсь во всех этих старых досках вытаскивая гвозди но не знаю все равно меня что-то вперед толкает даже не знаю что я продолжаю делать что самое приятное пока у меня все получалось поэтому я уверен что самому строить не страшно и для каждого из нас большинство таких строек доступны ну вопрос только времени конечно же есть она у нас или нет и готовы мы свое свободное время тратить вот на это растет банька все делают как старшие строительные товарищи со специализированных сайтов поэтому очень геревый результат ребята по-хорошему здесь тоже должна была быть единая доска но больше таких длинных у меня нет поэтому стыкую короче какое-то кручу верчу запутать хочу надеюсь что не развалится это же простоял 30 лет и это просто и ребята будет самое интересное занятие поиск досок я пока нашел три которые сюда пройдут главное чтобы это расстояние всегда было 59 сантиметров чтобы мат утеплителя сюда хорошо вошел потом я сюда кинул какие-нибудь дощечки чтобы не провисала но скоро увидите на этом этапе ты моих самых главных инструментах это угольник карандаш и рулетка потому что от того как я сейчас все померю и собью вот этот но если можно так выразиться 0 от этого и будет зависеть как дальше все пойдет буду я мучиться либо все будет ровненько становиться без всяких проблем не торопимся все перемеряем несколько раз нет в мире совершенства то отрезаешь куски по полтора метра не знаешь куда их девать то у тебя отрез пол сантиметрики и не знаешь как подлезть циркулярки к этому разрезу как здесь и было идеально без зазора и без трения ну вот и все друзья это то что я успел сделать за эти выходные кому-то может показаться мало а мне кажется очень даже ничего и так что мы имеем у нас полностью собрана обвязка она антисептирована и я начал собирать лаги пола процесс движется не очень быстро потому что мне приходится эти доски выискивать среди вторички я подбираю по размеру чтобы обрезки были минимальные но зато все делаю качественно чтобы лет 50 точно продержалась и простояла как всегда с вами не прощаюсь переходите по ссылке к следующему видео увидимся там